Доброго здоровья дорогие и ко мне очередные вопросы Скажи Руслан, куда попадает душа животных после смерти? И есть ли схожесть с тем, что происходит с человеческой душой, когда она умирает? И переродится ли животное через 40 дней? Почему, спрашиваю, у нас 7 августа сбила машина, сбила иномарка нашу любимую собаку, став терьера До сих пор не можем успокоиться, мысленно просим нашу собачку вернуться к нам, переродившись вновь щенком Скажите, это возможно или нет? Куда попадают души животных после смерти? Сначала в эфирные миры Или в эфирное тело То есть эфирное тело, то и в точности повторяет наше физическое, только немного легче Вот в него и перефокусировывается основное внимание и человека, и животного У обоих есть это тело Хотя эфирное, это одно из названий этого тела В общем, следующее, тонкое тело, идущее после физического Есть ли схожесть с тем, что происходит с человеческой душой, когда она умирает? Вот да, я сейчас об этом и рассказал У нас здесь общая основа И переродится ли животное через 40 дней? Там по-разному бывает И бывает, что через 40 дней Но это не правило Это не закономерность Иногда животное зависает на долгие года около своего хозяина Особенно собаки Привязываются И находятся с ним на протяжении нескольких лет Это определяется как раз желанием или интенсивностью энергии животного и хозяина И как раз и некоторыми энергетическими или кармическими доработками или недореализациями Иногда животное лучше помогает человеку, будучи в тонком мире, чем было на физическом Поэтому оно удерживается, придерживается Пока эта эффективность служит человеку То высшие человека могут оставлять это животное подольше рядом с человеком Но эти решения выносят как раз более тонкие я и человека, и животного Но здесь, когда это действительно домашнее животное То есть оно в большей степени зависело от человека То как раз и после смерти влияние или вот эта зависимость И влияет на решение животного Или на решение судьбы, хоть и временной, того животного Если это животное продолжает тянуться к человеку, то оно может действительно задерживаться на года с человеком Или до конца жизни, бывает такое До конца жизни самого человека Но это далеко не всегда происходит И бывает, даже когда животное очень привязано к человеку И человек к нему и даже плачет То после смерти животное сразу перерождается Буквально в самый короткий срок, буквально мгновенно Раз и в новое тело Эта регулировка происходит и с участием хозяина бывшего Или точнее высших я хозяина И с участием коллективной души того животного Или их кармических Или у животных есть свои коллективные энергетические субстанции Которые руководят воплощениями И в том числе и кармой У животных есть своя карма То есть последствия их действий компенсируются Так они учатся на своем опыте Эти более такие небольшие Или у животных тоже есть душа И она учится посредством опыта Посредством перевоплощения В подобных себе видах До становления опытной такой собакой Если это среди псовых А когда уже становится Очень зрелой или даже мудрой собакой Или умной Есть некоторые хозяева Отмечают подобные качества То оно достигает максимума в этом теле И больше не нуждается в опыте О прохождении именно в телах собак И тогда оно выбирает следующее тело Обычно при созревании При таких способностях Которых человек может назвать собаку умной Или очень умной Чуть ли не как человека Она выбирает более разумное тело Там может быть и слон И дельфин И человек И Так Ну Потому что слон, дельфин и человек Это как раз Их можно назвать разумными животными Да После этого А если собака например Переродилась в человека Или слон например То могут быть привычки Какое-то время Еще несколько Сколько-то жизней По инерции тянуться Из состояния животного Это вполне нормально Это даже естественно Поэтому человек Хоть и рождается Душа хоть и рождается в человека Но она по своим внешним качествам И даже проявлениям Еще не является человеком разумным А больше человеком животным Если вы Вы наверное наблюдали В своих жизнях И наблюдаете Очень много проявлений такого И по телевизору И по интернету И вокруг себя У вас наверное И среди родственников Можете замечать И среди знакомых Или бывших Или нынешних друзей Что некоторые Живут инстинктами Или общечеловеческими потребностями Живут очень просто А некоторые из них Проявляют какие-то Агрессивные качества Или хищнические Или травоядные Ну некоторые из ваших Или даже вы Каждого из своих знакомых Или близких Или того Кого видите Можете ассоциироваться С каким-то видом животных Видите какие-то схожести Или навыки И в основном Или даже часто Или если не всегда Вы оказываетесь правы Да, когда-то Этот человек Был именно Проходил опыт В телах подобных Похожих вот на этого животного Или как раз И напрямую был им И он всего лишь Учится сегодня на человека Но сколько жизней назад Это зависит От степени Разумности Или развитости Или как раз Да, но это С каждым человеком Или животным Индивидуально Переродится ли в животное Через 40 дней Здесь надо смотреть Если вам интересно Точнее узнать Вы можете взять Консультацию Мы посмотрим Конкретно ваше животное Но А если говорить В общем Очень разные Вот говорю От 1 секунды Перерождения До До десятков лет Почему спрашиваю У нас 7 Почему спрашиваю У нас 7 августа Сбила иномарка Нашу любимую собаку Ставтерьера До сих пор Не можем успокоиться Мы сильно просим Нашу собачку Вернуться к нам Переродившись Вновь щенком Скажите Это возможно Или нет Я говорю Возможно И ваши просьбы И услышимы И вашими я И кармическими я И теми сознаниями Которые руководят Теми я Которые руководят Животными В данном случае Собаками Они решают Так Частный случай Я не могу Здесь отвечать На частный случай Так Мне не показывают Мне говорят Не показывают Про Этих людей Эту собаку Потому что Меня Мои ангелы Или мои финансовые Ангелы Учат Обмениваться С людьми И не делать Ничего Просто так Здесь я даю Информацию Обобщенную Общую Полезную Для большинства Поэтому Поэтому Ответ Вы какие-то Приносите Если даже Готовы Себя В жертву Принести Ради Кого-либо Это не играет Особой Сильной Роли Хотя Частично Может Играть Потому что Здесь Больше не решают Вот такие Вот Привязанности Или вот такие Желания Конкретно Человека Здесь Все-таки Есть Наше Большее Я Которые Которым Виднее Или От которых Мы и Произошли Это как Наши родители Или как Наши старшие Братья и сестры Или похожие Аналогии Которые Более разумные И более Всеобъемлющие И Они Могут Влиять На нашу Жизнь А мы На них Лишь В мизерной Степени Потому что Мы в этом Теле Со своими Желаниями Меньше Их И значительно Меньше Чем Те Наши Я Которыми Мы были Когда-то И от Которых Отсоединились Или Которые Нас Воплотили В эту Мирность Так Если вам Интересно Мы можем Посмотреть На консультации Как раз А что там Сейчас Решает Ваше Я Но они Мне сейчас Не показывают Так Но здесь У вас Урок Похожий Какой-то Есть Поскольку Вы не можете Успокоиться И мысленно Просите То есть Вы Излучаете Эмоции Любая Эмоция Это урок Это Излучение Это Излучение Энергии Большой Интенсивности И Когда-то Она вам Вернется То есть Все Что вы Излучаете Вы будете Получать Обратно Так Интересно Кстати Собаки А Собак Так Собака Как раз Чувствует Всю эту Энергию Которую Вы Излучаете И Она Пытается Что-то Сделать Она Не Может Она Вокруг Вас Кстати Вот Это Решили Приоткрыть Она Вокруг Вас Вьется И Хочет И Буквально Пытается Вас Вылизать Пытается Что-то У нее тоже Желание То есть Вы Проводите Эту энергию Через собаку А она Тоже Очень сильно Хочет Вернуться Но Пока Нет Пока еще Решается Решается Она Не Не Понимает А Она Пытается Что-то Сделать Но Не Может Не Получается И Пока Вы Излучаете Эти Эмоции Вы Из себя Раздражаете То есть Разбалансироваете Эти Эмоции И Порождаете Эти Эмоции В собаке Поскольку Она От Вас Все Еще Зависима То есть Вы Беспокоите Беспокойтесь Сами И Генерируйте Это беспокойство В собаку Потому что Она От вас Все еще Запитана В очень Большой Степени Ну Кстати Это урок Для всех Вас И для Собаки В том Числе Так Сейчас Время Заканчивается Поэтому Видео Тоже Закончу Если Вы Хотите Узнать Подробнее Об Этом Частном Случа Или О Других Можете Задавать Вопросы Либо на консультации Либо у меня на стене Вконтакте При большом количестве Голосов Есть вероятность Что я отвечу На этом я завершаю Видео До следующих встреч Пока